МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске в эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте! И коротко о главных темах этого выпуска. Каждый пятый житель области уже проголосовал. Как наблюдатели оценивают работу избирательных комиссий? Первый пробный ЕГЭ только в конце июня. Какие были вопросы в заданиях на экзамене по географии? Еще в пяти районах режим чрезвычайной ситуации. Кто поможет сельхозпроизводителям справиться с летней засухой? Комиссии работают слаженно. Люди признаются голосовать прямо у дома удобно. Какие еще выводы сделали наблюдатели, которые следят за ходом общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию, и сколько жителей области уже выразили свою гражданскую позицию, расскажут мои коллеги. В участках не так много гаража. Но это не повод для беспокойства. Скорее, наоборот, все сделано для того, чтобы избежать скопления людей. Процесс голосования впервые в истории продлится почти неделю. Нету такого столпотворения. Мы спокойно пришли, нам выдали перчатки, маски, проверили температуру дезинфекции. Дезинфекция нами обработали руки, бесконтактно определили нашу личность. И мы проголосовали очень на высшем уровне, все организовано, очень приятно. И люди очень приятные, с улыбками встретили, добрые люди. За четыре дня проголосовали уже больше 360 тысяч жителей области. Активнее всего свою гражданскую позицию проявляют в селах и деревнях. Население мегаполиса пока за ними подтягивается, но все еще впереди. Большинство людей понимают, что от сегодняшнего выбора зависят будущие страны. Поправки в Конституцию в 93 назревали уже очень-очень давно. Особенно в таких важнейших пунктах, как федеральные территории. Как государствообразующий народ русский все-таки. И его язык, как главный язык нашего государства. Как институт защиты семьи и брака. Как защита животных, защита детей. Гарантированная индексация пенсии. МРОТа. Это на самом деле очень важно. Многие поправки впервые нашли место в главном документе нашей страны. Большой блок касается социальных гарантий граждан. То, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право на качественное медицинское обслуживание. Впервые в истории и Советского Союза, и Российской Федерации. Этот пункт обозначен в качестве предложений. И я надеюсь, будет утвержден сегодняшнее голосование. Эксперты убеждены, воспользоваться правом голоса и сделать собственный выбор должен каждый из нас. И гражданскую позицию лучше высказывать не на кухне и в соцсетях, а во всеуслышание, на избирательных участках. Наше наставление, чтобы люди взяли, почитали, поинтересовались. Что тоже очень важно. Часто видим мнение людей, которые не знакомы к этим поправкам. Жители нашей области могут не только высказать свое мнение о внесении поправок в Конституцию. На голосование вынесли еще два важных вопроса. Людям предлагают решить, на что потратить деньги народного бюджета. Напомню, это 300 миллионов рублей. И проголосовать за присвоение Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Давайте мы в этом деле сплотимся точно так же, как сплотились наши предшественники, деды, отцы, которых война собрала здесь, в Новосибирске. И они трудились на благо победы. Рука об руку сообщат дружно. Поэтому давайте в память о их подвиге точно так же дружно и сообща проголосуем за право присвоения нашему столичному городу почетного звания «Город трудовой доблести». Время высказаться у нас еще есть. Участки закроются только 1 июля в 8 часов вечера. А в нашей области их больше 2000. Так что пора найти свой. Алина Штоколова, Новости ОТС. Засуха угрожает сельскохозяйственным культурам. Сегодня еще в пяти районах области – в Венгеровском, Татарском, Чистозерном, Сдвинском и Доволенском – ввели режим ЧАЭС. Таким образом, особый режим теперь на территории 11 районов. В каждом работают комиссии по оценке дефицита влаги в почве и ущерба, который засуха наносит угодьям. До 10 июля все данные передадут в региональный Минсельхоз, а затем специалисты подготовят предложения по поддержке пострадавших хозяйств. Добавлю, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии рассчитывают собрать хороший урожай зерновых в этом году – не менее 2,5 миллионов тонн. Это почти на 7% больше, чем годом ранее. Связано это с увеличением посевных площадей. Похолодание было недолгим. Шквалистый ветер, который господствовал в воскресенье, унес циклоны. В область вернулась жара. Синоптики прогнозируют около 30 градусов днем на протяжении всей этой рабочей недели. При этом дожди с грозами ожидаются в пятницу. В такую погоду жители мегаполиса массово выезжают на пляжи, хотя официально ни один из них пока не открыт. В мэрии говорят, это не позволяет сделать состояние воды. Однако сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Травников рекомендовал городским властям открыть зоны отдыха у воды как можно скорее. Добавлю, что в жаркие дни добавилась работа у сотрудников инспекции по маломерным судам. В минувшие выходные в рейд инспекторы взяли и нашу съемочную группу. Станислав Блинов расскажет о самых частых нарушениях на воде. Каждые выходные сотрудники инспекции по маломерным судам выходят на акваторию Новосибирского водохранилища для того, чтобы следить за соблюдением правил безопасности. Главная задача не составить протокол или выписать штраф, а предотвратить несчастный случай и спасти людям жизнь. Инспекторов ГИМС на Обском знает в лицо каждый владелец яхты, катера или лодки, ведь правила безопасности и для судовладельцев, и для их пассажиров написаны вовсе не вилами по воде. Вот леерное ограждение. Это не леерное ограждение. А что это? Разрыв какой? Она должна быть. Плошное леерное ограждение. Впереди их. Куда она у вас выпадет? Пошли. Вы ее разрубите. Это не дано. Это безопасно. Андрей Цыганский отработал 15 лет в уголовном розыске. К первой специальности третий помощник капитана вернулся в 2010 году. С тех пор служит в инспекции по маломерным судам и следит за безопасностью на воде не только в Новосибирске. Я был в отпуске в Китае. Мы с женой купались, началась волна, и женщина сзади, значит, подплывает. Я плыть не могу. Все, получается, я и жену спасал, получается, и эту женщину, двоих. Я сам чуть не утонул, но я смог их вытащить на берег. Основная причина несчастных случаев – самонадеянность. Поэтому и проверяют не только документы. В первую очередь обращают внимание на наличие спасжилетов и других средств спасения на воде. Правила надо соблюдать, они же не просто так придуманы. Есть какой-то опыт, на основе которого они созданы. Поэтому и техосмотры, и права, и правила нахождения на воде знаем. Чтобы не было погибших, и страдавших. Одни из самых частых нарушений – правила маневрирования на водных путях. Зачастую, если позволяет ситуация, инспекторы ограничиваются предупреждением. Мы работаем на безопасность, это самое главное. Поэтому никогда полочной системы не было. Мы пообщались с человеком, объяснили ему, он все понял. Составили постановление, вынесли предупреждение. Для людей работаем. В прошлом году сотрудники инспекции по маломерным судам составили около тысячи постановлений. Максимальный штраф за отсутствие на борту спасательных жилетов – до 20 тысяч рублей. Станислав Блинов, Алексей Погодин, Новости ОТС. А далее в нашем выпуске расскажем о том, по каким технологиям восстанавливают федеральную трассу, где будут ездить красочные трамваи и в какой новой лиге сыграет футбольный клуб «Новосибирск». Оставайтесь с нами. В Новосибирской области зарегистрирован первый в году летальный случай от клещевого энцефалита. 64-летняя женщина не была привита, а сопутствующие болезни усугубили ситуацию. По оценке специалистов, количество укушенных растет. Только за прошлую неделю в регионе зарегистрировали больше полутора тысяч случаев. 20 человек госпитализировали с подозрением на энцефалит. Среди них 16 жителей Новосибирска. Напоминаю, отправляясь в лес, нужно тщательно подходить к выбору одежды, пользоваться репеллентами, а если клещ все же присосался, незамедлительно обратиться за медицинской помощью, не удалять что-то нестоногое самостоятельно. Пробный ЕГЭ по географии сегодня сдавали выпускники. Экзамен тестовый. Цель проверить, как работает техника, готовы ли педагоги. В этом году в организации итоговой аттестации много новшеств. В здании запускают группами, в аудитории не больше 9 человек. Каждому измеряют температуру, предлагают обработать руки антисептиком. За происходящим сегодня наблюдала Ксения Петренко. В 168-й школе Новосибирска детей перед экзаменом решили встречать на улице. Здесь висит пофамильный список, где указано, кто в какой аудитории будет сдавать экзамен. Дальше детей распределяют по группам, по 9 человек на этой площадке. И потом таким составом сопровождают в здании. Сегодня пробный ЕГЭ проходит без детей, поэтому измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и сканируют на металлоискателе журналистов. Сейчас главное наладить работу техники. Камера устанавливается таким образом, что выбралась вся аудитория. Обязательно попадал принтер, обязательно попадал стол, где работают организаторы. Вы можете посмотреть. И обязательно попадали все, ну теперь 9 месяцев, на которых сидят выпускники. Галина Михайловна уже не первый год организует работу пункта сдачи ЕГЭ. Говорит, работа ответственная. В этот раз сложностей было много, но готовы на все 100. Техника не подвела, все в порядке. Хотя, конечно, ну и мы уже знаем и понимаем, например, ну такая хитрость, да, может быть, она тоже кого-то спасет. Нельзя бумагу, которую мы вынимаем сразу из пачки, которая приходит, сразу вкладывать в принтер. Но ее надо повеерить, будем так говорить. Вот мы ее повеерим, и тогда никаких сбоев практически не происходит. Мелочь, но мы тоже к ней пришли вот методом проб и ошибок. Экзаменационные задания приходят в регион на дисках. Они запечатаны, и вскрыть их можно в аудитории только после того, как ребята расселись и приготовились. Это полностью исключает утечку. На пробном ЕГЭ важно отрепетировать каждый шаг. Как приносят диск, как его активируют и печатают задания. Пробный экзамен – очень важная вещь в таких условиях, как сегодня, когда мы, по сути, уже на месяц сдвинули проведение государственной итоговой тестации. И сейчас мы должны провести таким образом, чтобы сбоев не было вообще никаких. Потому что у детей, по сути, один шанс. То есть он сегодня пришел и должен сдать экзамен. Никаких пересдач и так далее в этом году, кроме дополнительного периода и каких-то форс-мажорных обстоятельств, не будет. Дополнительный период, я напомню, что он с 3 по 8 августа. На то, чтобы завести в аудиторию и рассадить ребят, закладывают час. Репетиции показали – этого времени вполне хватит. Напечатать кимы еще пару минут. Тут главное, чтобы принтеры и компьютеры работали как часы. Случаи, когда техника отказывала, были. Сейчас все заменили и проверили. Теперь пункты проведения ЕГЭ полностью готовы. Обеспечены масками, антисептиками и рециркуляторами воздуха. На эти цели из резервного фонда выделили 14 миллионов рублей. Ксения Петренко, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Другим темам. В Качковском районе масштабные дорожные работы. Этим летом в планах восстановить и федеральную трассу, и покрытие на территории райцентра. Подробности в сюжете Яна Рагуля. Этого ремонта жители улицы Набережная ждали давно. В период половодия река Карасук, выходя из берегов, шла через дорогу и затапливала дома. Теперь, уверены жители, бояться будет нечего. Дорога не только, так сказать, как дорога, но она еще своеобразная и водозащитное сооружение. В период палатка. Теперь, наверное, еще лучше будет, да? И щебень, и поднимут чуть-чуть. Наверное, вот видите, высотные отметки. Сантиметр на 30, на 25-30 примерно будет. Уровень поднят. Поэтому палатка больше бояться не будем. Протяженность участка 980 метров. Согласно проекту, там построят две разворотные площадки. А дорожное полотно засыпят щебеночно-песчаной смесью. Во-первых, подняли земельное полотно и поднимем щебень на 14 сантиметров. Это нам даст возможность сохранить зону подтопления без воды. Ну, будем надеяться. Стоимость ремонта 3 миллиона 900 тысяч рублей. Еще около 50 миллионов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выделили на ремонт участка трассы Новосибирск-Павлодар протяженностью 5 километров. Кроме этого, еще 34 миллиона рублей потратят на строительство тротуаров в селе Красная Сибирь протяженностью 1 километр 300 метров. Сейчас мы приступили практически к устройству. Заготавливаем материалы, материалы завозим, бордюрные бордюры, лоточки. Договариваемся с поставщиками и после окончания муниципальных контрактов приступим. И контракт на Новосибирск-Павлодар приступим к устройству тротуаров. Продолжат ремонтировать дороги и в селе Решеты. На улицах Калинина и Карасукская уложат асфальтобетонное покрытие. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. А в Новосибирске сегодня на линию вышли два обновленных трамвая. Сверху, донизу их корпус расписали уличные художники. Наша съемочная группа не только наблюдала за процессом росписи, но и приняла участие. Два трамвая, четыре стороны, четыре художника. У каждого из них своя идея, но общая цветовая гамма. На одной стороне вагона шрифтовая композиция, на другой персонаж. На создание этого эскиза меня вдохновило то, что мы этим летом все с вами будем праздновать его в городе. И здесь у меня будут такие а-ля круги до воде. Здесь будет много всяких вкраплений и таких историй, связанных с городским, собственно, летом. Ну, как я его воспринимаю. Всего на два дня вагоны сняли с маршрутов, чтобы стрит-арт-художники с помощью баллончиков с краской подарили старым трамваям новую жизнь. Обычно каждое лето граффитисты проводят фестиваль окрашена, но в этом году массовые мероприятия под запретом. Поэтому свой творческий запал уличные художники решили реализовать на нестандартном объекте. Тут композицию нужно выстраивать относительно трамвая. А это такая продолговатая штука с окнами и есть вот свои какие-то нюансы. В общем, трамвай готовить чуть сложнее, чем стены. Со стенами все гораздо проще. Здесь же нужно снимать ржавчину, матировать, обезжиривать. Превратить старые трамваи в объекты уличного искусства – задача непростая. В мэрии считают художественную роспись на транспорте и формируют имидж Новосибирска, как современного и развивающегося культурного города. Перед началом работ трамвай тщательно помыли, обезжирили, заклеили окна и двери пленкой. По подсчетам художников, на окрашивание вагона уйдет примерно 60 баллонов краски. По Новосибирску уже курсирует. Общественный транспорт, раскрашенный под хохлому, возит пассажиров в вагон «Я из Сибири» с изображением Лешего и Бабы-Яги, а также трамвай, посвященный театру кукол. Художник Марина Ягода мечтает, чтобы на улицах серого мегаполиса было больше ярких сказочных чудес. Это нужно, чтобы житель города Новосибирска, когда он идет куда-нибудь на работу или просто гуляет, встретив на перекрестке такой яркий трамвай, немножко улыбнулся, отдохнул, выдохнул, получил какое-то удовольствие и немножко порадовался. Не только рассмотреть в деталях, но и прокатиться на движущихся арт-объектах теперь может каждый житель города. Летний трамвай с изображением девушки и надписью «Новосибирск» работает в правобережье на 14 маршруте. На левом берегу курсирует позитивный и яркий 10-й трамвай. Мария Никитина, Антон Мамаев, Новости ОТС. Футбольный клуб «Новосибирск» вероятнее всего будет выступать в зоне «Центр». Об этом заговорили после решения о ликвидации восточной группы. Таким образом, выступавшие в ней команды перераспределят по всему дивизиону. По предварительным данным, в грядущем розыгрыше ПФЛ примут участие около 60 клубов. Получается 4 подгруппы. Победители каждый получат путевку в лигу выше. Но окончательное решение о перемещении команд между дивизионами зависит от национальной лиги. Там готовят предложение о регламенте предстоящего сезона. Возможно, на выбывание встанет сразу 6 клубов. Что касается Новосибирска, он переместится в зону «Центр» по прогнозам вместе с Сахалином, одним из главных конкурентов по минувшему розыгрышу. В этой же подгруппе выступают «Липецкий металлург», «Сокол», «Арарат». Всего 14 команд. Окончательный состав участников и список групп следующего розыгрыша станет известен в июле, а старт в первых числах августа. Но изменения возможны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Лига подготовит дополнительный регламент, в котором пропишут условия и требования для проведения матчей в период пандемии. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей на канале ОТС в 20.30. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok